Приветствую вас, Батимат. Я прочитал ваш вопрос, и если честно, не совсем здесь как-то не парадоксально, а ясна ваша направленность того, что вы хотите. Вы говорите, мне 21 год, и я мама... Причем мамочка? На мой взгляд, здесь, несмотря на то, что суффикс намечительно ласкательный, мне кажется, что здесь вы себя принижаете. Поскольку речь идет про работу, речь идет про реализацию себя, то я думаю уместно спросить вас о том, как... Как вы пришли к тому, чтобы в 21 год или в 20 лет стать мамой? Насколько это было сознательное решение? Обожали ли оно было? И изменилось ли что-то сейчас, когда по сути дела вы столкнулись с последствиями своих решений? После ролев я сильно поправился, пишите вы. Ну, это довольно естественная история. Ничего необычного в этом нет. В принципе вес можно также сбросить и себя в порядок привести, если вы хотите. Опять же, должны понятно, к чему вы это написали про то, что поправились. То есть, ну, да, поправились. Так, это можно, по-вторых, подкорректировать. Сижу каждый день дома. Надо хотелось зарабатывать онлайн, чтобы мужу помочь и самой без дела не сидеть. Ну, если честно, появился вопрос. Что значит сидеть без дела? Ведь у вас ребёнок, и ребёнок является вашим делом, вашим, наверное, главным делом. То есть, вы же не просто бездельный человек сидите. С одной стороны. С другой стороны, если вы хотели работать, если вы хотите и хотели работать, что, безусловно, нормально. То не совсем понятно, в таком случае, как вы пришли к тому, чтобы, опять же, ну, стать мамой. Потому что мама и профессиональная реализация вещи совместимы достаточно плохо. Это вопрос к вам и вопрос относительно того, опять же, как вы пришли к этой идее стать мамой. Дальше. Значит, если вы говорите, что вам захотелось помочь мужу и чтобы самой, как вы сказали, не сидеть без дела, это, безусловно, очень хорошо, но помочь мужу в чём? Чем? Для чего? Непонятно. То есть, вот эти вот вещи, базовые вещи, они, к сожалению, не исчезают. Дальше. Сейчас я заберу зло из себя и работу. Очень хочу похудеть и продолжать работать. Ну, смотрите. Если вы сейчас, как вы сказали, забросили свою работу, если вы забросили работу, то, наверное, наверное, у такого решения были основаны. То есть, вы почему-то это сделали. Вы почему-то забросили работу. Так почему-то произошло. Так понимаете? И, наверное, в этом, в первую очередь, вам нужно разобраться, что случилось, что изменилось, что вы забросили свою работу, особенно если, ну, вот, хотели, да, если хотели этим заниматься, если вам это нравилось, если вас это действительно интересовало, если вас это действительно волновало, будоразнивало, например, и всякое такое. Дальше. Вы пишите о том, что хотите сейчас похудеть и и они, ну, заново на себя работают. Вот тоже такой достаточно важный, на мой взгляд, момент. Если вы забросили, как вы говорите, свою работу, то у вас были какие-то для этого основания. И вы, вот, желая начать работать, да, вот, желая, стремятся к тому, чтобы работать, вы, по сути, игнорируете те основания, по которым вы ну, в общем-то, перестали работать, то есть те основания, которые у вас были для приостановки деятельности. Дальше. Дальше. Очень хочу похудеть и продолжить работать. Ну, как связано похудение и работать, не очень понятно, на мой взгляд. Для чего вы хотите работать? Вообще, так говоря, самый важный момент, потому что, как мне кажется, у вас в данном случае отсутствуют цели, отсутствуют цели, полагания. Ну, вот, у вас его нет, то есть хочу что-то делать, для чего хочу делать, непонятно, зачем мне это нужно, тоже непонятно. Вот, ну, соответственно, цели, проблема в том, что, проблема с тем, чтобы себя как-то вот принудить, да, то есть не мудрено, что вам тяжело себя заставить, потому что вы не совсем понимаете, зачем. А зачем, зачем мне это, для чего мне это, чтобы, чтобы что мне это, понимаете, вот. Поэтому, я думаю, что здесь было бы поработать, вот, с вашей мотивацией, как раз, чтобы вы, а, вот, как-то, а, ну, в большей степени, а, м, ну, ну, были, эм, э, замотивированы. Какая штука здесь. Это, это нужно, на мой взгляд, преследовать, вот, преследовать, на мой взгляд, это нужно, как следует. Ибо, в противном случае, ничего хорошего, не выйдет, не выйдет из этого. Дальше. Знаю, если я каждый день, э, упорно буду работать и худеть, то все получится, я в это верю. Вы верите в, э, смотрите, вы верите в, э, саму деятельность, вы скорее верите. Э, э, ну, не, э, ну, не, э, цель. А, важна, э, принципиально важна. Как раз таки, э, цель. Знаете? Какая штука. То есть, речь идет как раз таки о том, э, чтобы вы, в большей степени, опирались на, что, что вам вы получили. Важно в своей деятельности, а не на то, чтобы вас кто-то верит. Собственно говоря, одна из важных проблем ваших заключается в том, что вы не знаете для чего заниматься той или иной деятельности, зачем делать те или иные вещи, для чего это делать и так далее. И, соответственно, поэтому вам ничего и не хочется сейчас. Это вопрос именно мотивации, ну мотивироваться. Честно, ничего не хочется, это состояние, точнее, длится уже две недели, чем идет, когда заставит себя. Да, ну, как я и сказал, заставлять себя в смысле никакого нет. Вот, именно заставлять себя нет никакого смысла. А вот, преследовать то, для чего бы вам заниматься этим, и это вот было бы вполне, вполне неплохо. Вот. Такая вот история. На этом все. В принципе, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что вы обратите внимание на то, что я сказал, и надеюсь, что эту ситуацию вы свою скорректируете. Удачи вам. Всего самого доброго.